здравствуйте друзья ваши блогеры движутся по санта-круз это самый даунтаун народу тут много но в основном все эти в масочках так аккуратненько за редким исключением мы пришли сюда приехали для того чтобы попасть в магазин музыкальных инструментов мы зашли один в санта паре ну что-то нам там не понравилось точнее не понравилось нам то что нет выбора аккордеонов так есть ерунда какая-то но не о чем говорить и мы подумали что в санта-круз магазинов таких причем шикарных много ну скажем 3 для небольшого городка это вообще потрясающе много здесь много людей которые как бы сказать в искусстве или другими словами голодных художников музыкантов тут много видите что стало с даунтауном вот все теперь на улице закусывать который часто это мы можем сказать пол третьего а все кушают так какие-то книги музыка это вряд ли это тоже самое нет тут есть магазин он дорогой на елки помечен тремя долларами то есть такой как бы там я помню я видел гитару там за 10 за 12 за 15 видел гитары поэтому ну вот мы начинаем с него мы подумали что просто нам по дороге по ходу движения этот магазин ближе чем остальные зайдем сначала сюда вот санта-круз мы здесь мороженое покупали не раз в этом месте светочка смотрите вот это светлана ваш блогер так сказать а это я поэтому и вместе пожалуйста вот мы вместе два блогера два масочника передвижника где-то вот тут еще квартал может быть 2 я подумал что покажу-ка я вам просто город как он преобразился вот в условиях пандемии это будний день сегодня среда и как ты сказал там пол третьего лет среда пол третьего но мы вышли из той части даунтауна где самая такое ресторанная поедала бы но здесь тоже в общем не не совсем пусто но гораздо спокойнее и вот этот музыкальный магазин он находится немножко в стороне светочки тебе не надо видеть ты доверься мне да друзья как повезло светлане у нее есть я а я помню где этот магазин тоже еще один смотри starvin musician да еще один тот в котором мы были друзья тоже так и назывался он и есть ну заходим да друзья с аккордеонами здесь не очень получилось тут была парочка но они по сути были баянами они аккордеонами и вот этот starvin musician мы на самом деле были в этом starvin musician только что в санта-кларе и там было побольше аккордеонов но какие-то они были все равно немного и ну пользованные знаете как в общем такие странные там чуть ли не тридцатых годов но совершенно не то что мы хотели вот а здесь видите гитар много там всякие киборды вот тут такой вот магазин давайте мы в окошечко заглянем друзья в окошечко о гитарки ладно пойдем другой я тут надо сказать видео смотрел и там американский такой парнишка музыкант он объяснял как вот с аккордеонами над делаем и говорит что вот заведите себе педагога который по фортепиано потому что те которые на аккордеоне учат их очень мало и они дорогие а вот который на фортепиано он вас проконсультирует там где надо и так далее они намного дешевле потому что их много такая друзья интересная штука если вы преподаете на аккордеоне как играть то вам прямо вот только высокую цену назначать мы движемся друзья обратно к нашей парковки там где мы машину оставили я вам просто показываю вот тут сделали пешеходную зону пешеходно-велосипедную и вот тут огородили видите чтобы люди не толпились в помещении вынесли все на улицу тут есть места знаете где стоят столик там люди с компьютерами сидят как они в кафешках обычно там на кофе смотрят а на компьютере пальцами что-то делают так тут что-то раскрашивают смотрите энтузиасты давайте посмотрим что рисует ну просто что-то рисую хорошо тут никто не препятствует может у них разрешение какое-то если я не знаю но так люди рисуют вот пишут сила единстве так и мелками работают разные в разных техниках так мороженое мороженое хорошо только мне как я светлану потерял а вот она вот она светлана это еще еще и не не так легко потерять правда свет светлана у нас не очень даже теряется не такой свет человек чтобы не теряться да мы как-то пошли по париже экскурсоводом русскоязычным но местным и мы ему говорим вот есть разница между туристами которые сша приезжают русскоязычные и вот из россии он говорит да как есть разница а те которые из россии они очень организованные и очень боятся потеряться и они всегда вместе группками так далее а вот который из нью-йорка приезжают они это рот разъявили там по сторонам глядят никакого ощущения опасности и тревоги у них нет легко мод день заблудиться потеряться и так далее так друзья вот тут какие-то шмотки на улице продают пахнет благовониями индийскими наверное вот так вот этот благовония значит вот из такого материала кепку я бы носил кепку а ты хочешь мороженое в апельку шоколадным да я забыл это но хотят же ты все равно можешь друзья мы на диете да сейчас пойдем вообще такое разнообразие масок сейчас стало это такой кому сказать модный товар так нам сюда модный товар и люди там и с гримасами с рожицами здесь пройдем и разноцветие такое это как-то мы идем мимо ресторана да идем так хорошо друзья вы поняли как сейчас выглядит санта-круз да да хорош ланчтайм света в пол третьего но вы не знаю не знаю все друзья а вот парковка смотрите какая там еще есть на втором и даже но мы пока ограничимся первым хотя тут и первый далеко не весь заполненный все мы с вами прощаемся может быть мы продолжим каком-то другом музыкальном магазине а может быть сделаем отдельный сюжет я не знаю а вы друзья подписывайтесь ставьте лайки и что называется enjoy the life счастлива ну оставайтесь с нами я даже не говорю света это очевидно а